Премьер-министр Польши отвергла обвинение депутатов Европарламента в том, что ее правительство ущемляет демократию и свободы. Уступая на сессии в Страсбурге, Беата Шидло заявила, что проводимые в стране реформы Конституционного суда и средств массовой информации – это внутреннее дело. Мне кажется, что эти голоса критиков причиняют полякам незаслуженную боль, сказала премьер Шидло. Эти голоса несправедливы. Они дают слишком жёсткую оценку действиям польского государства и правительства. Это может быть результатом недостаточной информированности или проявлением злой воли. Лидер либералов Гивер Ховстад заявил, что правоконсервативная политика толкает Польшу к путинской России, а депутат от «Зелёных» осудила попытки правительства взять под контроль СМИ. Дело не в персональных назначениях, сказала Ребекка Хармс. Создаётся впечатление, что польское правительство прибегает к диктаторским методам и больше не взаимодействует с оппозицией. Моментально принимаются решения, которые обычно требуют длительных обсуждений. Варшава попросила изучить изменения в законе о конституционном суде в Венецианскую комиссию Совета Европы. Свой вывод объявит в марте. Представитель Совета Европы выразил надежду, что это поможет охладить пыл дискуссии вокруг реформ. Обычно, если страна обращается к нам, мы даём рекомендации, которые ей придётся учесть, сказал Даниэл Холтген. Еврокомиссия информировала Европарламент о ходе проверки действий польского правительства на соответствие принципам верховенства закона.